Сегодня интернет самый удобный способ найти любимую книгу, фильм или песню. Причем новинки проката появляются в сети задолго до официальной премьеры. Из-за этого правообладатели лишаются части дохода, на которую рассчитывали. Проблема соблюдения авторских прав в интернете обсуждается довольно давно, но путей ее решения так и не нашли. Камень преткновения – возможность свободного файлообмена в сети. Попытки защитить правообладателей и наказать виновных, как правило, приводят только к временному успеху. В 2009 году группа молодых разработчиков из Перми предложила свой способ контроля и блокировки продвижения контента в сетях. Так появился новый сервис – PiratePay. Один из самых популярных протоколов файлообмена – BitTorrent – был создан американским программистом Брэмом Коэном в 2001 году. Протокол позволяет пользователям напрямую обмениваться любыми данными, в том числе музыкой, фильмами, книгами и программами. Если кто-то хочет поделиться каким-то контентом, пиратским или не пиратским, это не важно. Он просто размещает на определенном сайте в определенном формате объявление об этом, описывает свой контент. И дальше все желающие начинают скачивать прямо у этого самого человека, который решил поделиться. При этом, что самое интересное, что те, кто скачали этот контент, они могут сами, в свою очередь, начать его тоже раздавать другим. И ловить надо каждого в отдельности гражданина, который решил поделиться со своими приятелями и даже с незнакомыми людьми теми файлами, которые у него есть. Проблема возникает в случае, когда по сетям передается контент, защищенный авторскими правами. Полупустыми остаются кинозалы, люди не выстраиваются в очереди к книжным прилавкам, правообладатели остаются без прибыли. В общем, поначалу ищерб был не велит, никто не понимал, насколько быстро и как это все будет распространяться. Но сейчас уже понятно, что да, это серьезный урон для индустрии, она действительно находится под угрозой прекращения своего существования. Главная сложность заключается в том, что число пользователей торрентов растет в геометрической прогрессии, и каждого за руку не поймаешь. Не существует какого-то централизованного хранилища контента, на которое можно было бы устроить облаву. Основной принцип, который сегодня пропагандируется индустрией в вопросе борьбы с торрентами, заключается в том, чтобы найти ссылки на контент в сети интернет и их удалить. И действительно, как правило, большая часть тех сайтов, веб-сайтов, на которых расположены эти ссылки на контент, они неохотно идут на сотрудничество с правообладателями, а по большей части и не идут вообще. А вот бороться уже с пользователями, которые получили ссылку и присоединились к файлообмену, действительно сложно с точки зрения технологий. Это можно делать, например, контролируя трафик в сети оператора связи. Создатели сервиса PiratePay в прошлом разрабатывали для операторов связи специальные программы, которые оптимизировали передачу данных через интернет и тем самым снижали нагрузку на сети телекоммуникационных компаний. PiratePay же позволяет следить за файлообменом в сети и делать из этого выводы. Мы разработали продукт, который позволяет управлять торрент-трафиком. И проблема, которую мы решали для операторов, она следующая. Загрузка канала неравномерная и почти 50% это те самые торренты. В случае, если контент есть уже внутри сети у оператора, мы просто таким образом управляли трафиком, что внешние соединения не устанавливались к клиентам, которые внутри сети находятся. Научившись следить за соединениями пользователей торрентов в сети одного оператора, братья Клименко пошли дальше. Написали собственные программы обеспечения, которые позволяют нам присоединяться к этой файлообменной сети, существующей. И мы выступаем здесь в роли таких же пользователей, как и обычные пользователи интернета. В зависимости от того, какое количество пользователей в сети мы наблюдаем, мы можем поднимать своих роботов в нужном количестве. И присоединяясь к реальным пользователям, обмениваясь с ними служебной информацией, мы можем видеть и знать в каждый момент времени, как тот или иной пользователь закачивает контент. Вот в этом и заключается идеология PairPay. Первые полтора года компания существовала на личные сбережения основателей. За это время в сервис было вложено примерно полмиллиона рублей. Сотрудники компании два раза обращались за финансовой поддержкой в посевной фонд Microsoft. В первый раз их идею сочли слишком трудной для реализации. Они рассказывали о том, как они будут бороться с торрентами, но технологическое решение предполагало очень сложные административные действия, которые нужно было совершить для того, чтобы его внедрить. И тогда все эксперты, и мы им сказали, что, ребята, это точно не будет работать, потому что вы не сможете добиться повального внедрения этого продукта. Спустя год Алексей Клименко вернулся в офис Microsoft с новостью о том, что учел все замечания, высказанные экспертами. Я понял, что идея, она технологически очень красивая, там уже не требуется какой-то административный ресурс для того, чтобы это внедрять, да, потому что вся система, она работает в облаке и независимо от провайдеров, независимо от пользователей и так далее. И в этот момент стало понятно, что они за счет своего, своей усердности, да, упрямства, если хотите, да, они искали решение, и они нашли техническое решение для этой проблемы. Вот это мне очень понравилось, да. И дальше во многом и состав команды, да, он объективным образом отражает как раз то, что ребята там целеустремленные, как они смотрят на этот проект. Это во многом определило и положительное решение комитета фонда. Весной 2011 года компания Pirate Pay все-таки получила грант от фонда пассивных инвестиций Microsoft в размере 100 тысяч долларов. Это были не просто деньги, которые можно тратить на совершенствование продукта и развитие компании, но и во многом свидетельство признания со стороны ведущих разработчиков программного обеспечения. С точки зрения экспертов, которые находились в жюри, а это был не только Microsoft, это были известные персоны из бизнеса английского сообщества, это были эксперты различные. Так вот, наш проект оказался просто лучшим, то есть нам присвоили первое место среди всех этих проектов, и поэтому нам выделили эти грантовые средства. Сегодня Pirate Pay – это не только программа, которая мониторит пользователей торрентов и знает, что за продукцию они качают в сети. Разработчики заявляют, что превратили свой алгоритм в оружие, которое может прекратить скачивание защищенного авторскими правами контента и обменом между пользователями интернета. Мы обнаруживаем, что защищаемый нами файл появился в торрент-сети. Мы подключаемся к тому облаку пользователей, которые обмениваются этим конкретным файлом и добиваемся того, чтобы эти пользователи друг другу перестали просто его отдавать. Мы предотвращаем сам факт нарушения, то есть мы не доводим пользователя до ситуации, когда ему теоретически может прийти какое-то плохое письмо. Мы работаем независимо от воли администраторов, торрент-трекеров, независимо от воли пользователей. И в целом, ну, получается, что для нас нет, в общем-то, границ географических. Мы работаем везде. Конечно, PiratePay не единственное средство для борьбы с нарушениями интеллектуальной собственности в интернете. На этом поле также действуют компании, которые по договоренности с правообладателями удаляют в глобальной паутине ссылки на определенный контент или предъявляют иски пользователям, улеченным в пиратстве. Предпринимались и попытки возложить ответственность на операторов связи. В Великобритании было выиграно прецедентное дело, при котором шесть киностудий обязали Бритиш Телеком, это крупнейший оператор связи в Великобритании, такой же, как у нас Ростелеком, обязали перекрыть доступ к главному торренту английскому. Во-вторых, обязали отслеживать все возможные перемещения этого торрента, в том числе и перекраску под другие имена. И что самое смешное, Бритиш Телеком обязали все это сделать за свой счет. Создатели PiratePay надеются обойти конкурентов, используя стратегию так называемого нечестного конкурентного преимущества. Хотя нечестность тут весьма условная. Нечестное конкурентное преимущество. Unfair Advantage. Канал, через который можно получить доступ к ключевым ресурсам. Аудитории, технологии, деловым контактам. Благодаря которым компания получает экономию временных и денежных ресурсов. На самом деле, нечестное конкурентное преимущество – это просто обладание знаниями, которых нет у конкурентов. Как правило, лучшими советчиками выступают партнеры, которые могут подсказать такие преимущества. Более того, многие инвесторы в первую очередь просят сформулировать предпринимателей свое нечестное конкурентное преимущество, чтобы определить, насколько жизнеспособна бизнес-идея. Есть история про японского героя. Этот герой известен тем, что убил 70 человек в поединках. Один из самых известных поединков был следующий самурай. С ним договорился о поединке на острове. Этот самый герой продержал этого самурая на острове практически целый день световой. Потому что просто опаздывал на поединок. В конце дня на фоне заходящего солнца он подъехал на лодке к этому острову. К нему подбегает этот самурай с мечом наперевес, уже весь разозленный и разгоряченный. Этот герой берет весло и прикладывает по голове этого самурая. Собственно говоря, таким образом он просто победил этого самурая, использовав нечестное конкурентное преимущество ожидания и весло. Пермская компания держит в тайне, какие весла она заготовила против конкурентов. Такая секретность оставляет без ответа. Вопросы о том, как именно Pirate Pay будет мешать пользователям обмениваться пиратскими копиями авторских продуктов. В точности неизвестно, что именно предлагают люди, которые создали эту компанию. Те описания, которые доступны на их сайте, которые эксперты говорят, значит там понятно, что они действительно собираются осуществлять мониторинг трафика. Трафика в торринг-сетях. И вообще говоря, это несложно делать. Такие сканеры, как их называют, или программы отслеживания трафика существуют давно. Второй вопрос, а законно ли в принципе вообще анализировать, в какой попало трафик, потому что большая часть контента, который распространяется через торрент-сети, это легальный контент, как это ни парадоксально. Ответить на эти вопросы создатели Pirate Pay должны будут тогда, когда выведут свой продукт на рынок, в том числе и международный. Андрей и Алексей уверены, что их решение рано или поздно приведет к совершенно новым правилам файлообмена в сетях. Я думаю, что в течение года мы придем уже к прототипу дистрибуции, когда сможем продемонстрировать продажу контента через торренты и его защиту от дальнейшего распространения. То есть наша задача сделать так, чтобы покупатель, который платит за контент и получает ссылку на него, мог скачать этот контент только один раз и не мог его распространить дальше. Если эти планы удастся реализовать, в торрентах вместо кнопки «Скачать» появится кнопка «Купить». Правда, поможет ли это покончить с неконтролируемым файлообменом – большой вопрос. Но если технология Pirate Pay сработает, то может получиться так, что соблюдать закон будет проще и дешевле, чем придумывать и реализовывать новые пиратские схемы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова